здравствуйте мы продолжим наше занятие по решению задание номер 19 сегодня рассмотрим более упрощенный вариант нашей задачи вот у нас условие задачи такое у пети банки на счету есть 500 долларов бан разрешает операции только двух видов или снимать 300 долларов или вынести 198 долларов какую максимальную сумму петя может снять с помощью этих операций если других денег у него нету и сколько какое число операций потребуется для этого ну это типа тоже олимпиадная задача ну и тут тоже надо сделать оценку как какую же максимальную можно сделать вот многие задачи на еге на именно так и бывают не бывает там как я показал первое вот число такое и это дробь такая это вроде тут какое-то условие имеется обычно так и делает вот давайте в чем суть нашей задачи значит я петя может снять только 300 вынести только 198 и как с помощью этих операций я могу снять наибольшую сумму вот рассмотрим что же это если я сниму 300 а выношу 198 рассмотрим вот эти числа 300 насколько на какой я больше самое большее число они обе делятся 300 это скажем 6 на 50 190 это 6 на 33 то есть у них общий делитель 6 это наибольший общий делитель 6 значит если я снимаю число делитель 6 на 6 потом вношу число делитель 6 на 6 то у меня сумма и алгебрическая эта сумма всегда будет делиться на 6 то есть я петя может снимать число которое делится на 6 вот самая главная суть нашей задачи значит петя может снять только сумму которая делится на 6 а вот у нас 500 долларов какое же число делится на 6 ближе всего всего к 500 ну давайте 500 разделим на 6 это у нас будет сколько так сколько 83 83 и в остатке у нас останется 2 молодцы так тогда что что у нас получается 83 умноженное на 6 это у нас будет 400 498 498 вот число 498 она наиболее близкая к 500 и делящийся на 6 значит у нас может быть догадка что это наибольшая сумма у нас это наибольшая сумма у нас 498 498 так ну давайте давайте как же тогда это получить давайте попробуем сначала от 500 отнимаем 300 получается 200 теперь я уже выношу 198 получается 398 опять отнимаю 300 получается 98 опять выношу 198 получается 296 так 296 это правильно 296 тогда да я не могу снять еще получается я не могу снять еще получается еще я должен добавить я не в туфте пошел дети кажется ну давайте что у нас получается 494 494 494 то есть я снял 6 долларов 6 долларов в результате этих операций 5 операций я снял 6 долларов вот за все это я снял всего лишь 6 долларов тогда если я эту операцию повторю вот этот весь цикл 16 раз 16 раз то я сниму уже сколько 6 долларов 16 раз это будет 96 96 правильно да так 96 долларов за один раз я снял за один цикл я 6 долларов снял я повторяю 16 раз получается 96 96 долларов я снял 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 96 было 500 я снял 96 то у меня получается 404 правильно да получается 404 и теперь я отсюда 404 отнимают 300 получается 404 получается 404 добавляю 198 добавляю 198 добавляю 198 который я должен добавить получается сколько 302 ну и если наконец я сниму 300 ну и если наконец я сниму 300 то банке останется 2 доллара то есть я снял 498 долларов ну это можно писать доллары ну или как-то с буквой есть через можно писать вот так вот так это не важно главное чтобы было так тогда сколько же операции у меня получилось тут пять операций я их повторил 16 раз 16 раз 16 раз 5 из 16 это у нас будет 80 и после этого я еще провел 3 операции 4 нет 3 3 операции это не операция тогда у нас получается 83 операции чтобы получить максимальное задание вот как видите я вам показал два задания одно из них максимально приближенное по всем частям а в б а тут я показал тот случай когда бывает что бывает что все задачи процент как-то как-то связано с миром не актуальные задачи числовые а вот как-то связаны с миром вот тогда надо тоже практическое чтобы получила задание создавая разработчики еге они не в основном просто числовые выражения дают вот а это дают чтобы было какое-то практическое значение нашей задачи и вот поэтому я попытался вот такой вид вам показать ну они могут тут еще какие-то вопросы задать почему это минимальные максимальное минимальное число операций получится вот таким образом может быть нужно найти самый оптимальный вариант еще меньше может быть но для этого я вас призываю надеть над этой задачей еще задуматься но если кто найдет можете это записать так хорошо еще что еще что тут в основном мы пользовались делимостью обеих наших чисел что у не что можно снять что внести здесь что они обе делятся на одно и то же число значит наша сумма которую мы можем снять должно делиться на 6 таким образом мы в первой части нашего задания нашли что ответ можем снимать наибольшее 498 долларов и сколько операций это у нас получилось 83 операции ну таким образом мы ответили на обе вопроса ну вообще всем выпускникам желаю чтобы вы не волновались внимательно читали условия задачи и придумать какой-то механизм решения ну например мы придумали тут что заметили делимость на 6 обеих чисел ну так такие обязательно какие-то ключи решения бывают любой задачи и вы подумайте над этим и желаю всем успехов в дальнейших ваших испытаниях не только на еге спасибо 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 спасибо